Великолепная семерка Потому что каждый сможет для себя сделать вывод, насколько семерка представленных театров великолепна или не очень Тема родилась из вопросов слушателей И она такая сегодня, может быть, не сильно аналитическая Но зато мы пройдем по семи крупным европейским и неевропейским оперным театрам Для того, чтобы понять, какая ситуация сложилась на сегодняшний день в лучших оперных домах Меня часто спрашивали после лекций в том числе В какой сегодня театр нужно поехать для того, чтобы получить удовольствие Для того, чтобы увидеть лучшие спектакли Для того, чтобы понять, куда движется оперный театр Ответа на... однозначного ответа на этот вопрос не существует Почему? Потому что прошли, миновали те времена, когда мы могли четко сказать Что для того, чтобы увидеть самые передовые, самые интересные спектакли Самых лучших исполнителей услышать Все для этого всего нужно поехать в такой-то определенный театр Так было еще, наверное, в начале 90-х Когда мы после нашего советского голода Нам очень многое казалось интересным И мы готовы были тогда всеми правдами и неправдами Ползти, плыть, лететь, ехать на чем угодно Для того, чтобы увидеть некоторые интересные спектакли Сегодня мы уже все-таки, если не театром То хотя бы зрителями встраиваемся в мировой процесс Мы видим уже, что происходит Мы можем сравнивать Тем более, благодаря сегодняшнему уровню Великолепному, повышавшемуся уровню телетрансляции Из разных театров мира У людей есть возможность сравнивать и театры И концепции их руководства Поэтому я думаю, я сегодня не открою никаких новых Америк Но мы просто перечислим те театры Которые, на мой взгляд, являются высшей лигой для мировой оперы Скажу сразу, что мы не будем говорить ни о Большом, ни о Мариинском театре Во-первых, потому что, на мой взгляд, они оба не являются членами высшей лиги А во-вторых, хочу всех, кого интересует эта история Снова отправить к лекции номер один Где она целиком была посвящена Большому и Мариинке Поскольку недавно был продлен контракт с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным Я думаю, ситуация, о которой мы говорили несколько месяцев назад в той лекции Ничуть не изменится в ближайшие, может быть, несколько лет А поскольку мы открываем Америку или не открываем Америку То предлагаю я начать с Метрополитен оперы, как единственного театра Из высшей лиги, которые находятся за океаном Который только что отметил 50-летие своего пребывания на нынешнем месте В Линкольн-центре, в специально построенном для них великолепном здании Украшенным полотнами Шагала Но нас интересует, конечно, в первую очередь не архитектура, а наполняемость Что происходит с Метрополитен оперы сегодня? У руля этого театра стоит один из знаменитых сегодня менеджеров Петер Галп Стоит уже с 2006 года, поэтому мы можем, в принципе, уже подводить итоги некие этого десятилетия его правления У него тяжелое наследство в виде выдающегося, но очень пожилого главного дирижера Джеймса Ливайна Который уже находится в тяжелой физической форме Но, тем не менее, продолжает дирижировать, как вы понимаете, и влиять на происходящее в театре Поэтому, в общем, условия Гелба достаточно тяжелы Джеймс Ливайна сегодня почетный главный дирижер И есть некий главный дирижер Фабио Луизи, чьи полномочия, в общем, на сегодня вообще очень сомнительны Поэтому, в общем, некий следующий прорыв в истории Метрополитен, видимо, наступит в 2020 году Когда пост главного дирижера займет молодой и очень прославленный дирижер канадского происхождения Яник Низель Сиген Вот примерно до 2020 года, я думаю, ситуация пока не изменится Во-первых, это самый богатый театр в мире Несколько лет назад они анонсировали свой бюджет на уровне 370 миллионов долларов Это только оперные расходы, потому что мы будем дальше говорить о театрах Которые, как всегда, отягощены еще балетными трупами Этот театр тратят только на оперу И сезон длится с конца сентября до конца апреля, начала мая Что сегодня хорошего происходит в этом театре? Метрополитен опера всегда был театром, наверное, самым консервативным во всех смыслах То есть здесь никогда не гнались за режиссерскими находками Здесь всегда предпочитали такую классическую картинку и набор звезд Благодаря большому бюджету театр приглашает лучших певцов Такова была политика Метрополитен всегда еще с того времени, когда этот театр организовался в конце 19 века Здесь пели и Каруза, и Мелба То есть это всегда был театр для звезд оперной сцены Когда Гелб пришел в этот театр, пришел из другой индустрии, из индустрии звукозаписи Он был продюсером и создателем многих телевизионных концертов и записей спектаклей В том числе от того же Метрополита опера И первое, что сделал Гелб, он попробовал все-таки немножко сдвинуть с мертвой точки историю с Метрополитен Как театром, в котором нет театра Сегодня за 10 лет мы уже поняли примерно к чему это привело Потому что в начале, конечно, ему захотелось очень много больших режиссерских имен Оказалось, что в Америке эта история, в общем, не так хорошо, как в Европе работает Потому что просто публика вообще мало знакома с театром Америка та удивительная страна, где есть сегодня передовые композиторы, передовые трупы Contemporary Dance В Америке до сих пор проблема с театром как таковым Поэтому режиссерские имена для американской публики это довольно сомнительная по-прежнему фигура И звезд режиссеров не может быть Поэтому мы знаем, что, например, человек, режиссер, который сегодня является олицетворением, что ли, Америки В общем, главным американским режиссером в опере, если можно так сказать, Роберт Уилсон Не ставит в Америке, а ставит в Европе, где угодно, только не в Америке Даже в Москве теперь и даже в Перми Поэтому Геалп предпринял следующий, такой был довольно сильный ход Он пригласил в МЭД очень многих людей, которые работают на Бродвее То есть получился такой конгломерат немного театра и зрелища Театра, в котором режиссер ищет какие-то смыслы И театр, в котором режиссер в первую очередь развлекает Но развлекает не старомодно, как это делалось в прошлые десятилетия А современно, динамично, с помощью бесконечного количества технологических средств Ну, то есть в таком виде абсолютно чистом Бродвее Ну, в общем, результат этого тоже не самый блестящий Потому что много спектаклей, которые, несмотря на их зрелищность В общем, ничего нового не сказали Ни для театра, ни для публики, ни для жанра Другая важная история, которая сегодня дискутируется в обществе Это история с трансляциями Как человек из мира видео и кино Гелл придумал, на первый взгляд, блестящую историю С трансляцией опер в кинотеатры И именно Мэтт был передовым театром, который эту историю открыл И сегодня мы все с большим удовольствием ходим и смотрим Даже в Москве, и даже не в Москве, во многих городах Мы ходим и смотрим прямые трансляции из Метрополитен С ощущением, что мы побывали на спектакле Я вот только что в Париже, например, ходил на трансляцию Евгения Онегина И еще раз убедился, что у этой прекрасной истории Есть как положительная, так и отрицательная Две стороны И та сторона, о которой великий интендант Великий директор театра Альин Жерар Мартия писал Как раз о том, что все-таки опера это театр И как только мы начинаем передавать оперу в крупных планах В телетрансляции происходит совершенно переключение на другие вещи И не знаю, получил ли кто-то удовольствие от спектакля Евгения Онегин В котором пела, например, Анна Нетребко Я был потрясен, скорее Мне в какой-то момент стало неприятно на этой трансляции Потому что крупные планы уничтожают оперное искусство очень сильно Потому что артист на сцене, оперный артист Он не всегда понимает, что его дают крупным планам И очень часто это играет плохую службу и образу, и артисту И вот мне показалось, что вся история с Евгением Онегин С крупными планами, она несколько пережата С другой стороны, понятно, что а как еще в трансляции Неужели давать только общие планы Это вечная череда в сегодняшних трансляциях Это вечная череда общих и крупных планов Поэтому, с одной стороны, мне кажется, эта история В общем, не сильно художественно Не прибавляет, опять же, в художественном плане Оперному спектаклю С другой стороны, эта история с трансляциями сыграла с Мэтт Плохую, злую шутку Потому что продажи билетов упали ровно на то количество людей Которые, ну, приблизительно, конечно Которые покупают билеты на трансляцию То есть, раньше в Америке это все-таки входило в некий набор интеллигентного человека Когда люди ехали в Нью-Йорк, покупали билеты Ходили на спектакль Делали в течение уикенда это два, там, три раза И даже потом уезжали То есть, те, кто не живут Не только жители Нью-Йорка А сегодня вдруг выяснилось, что не надо тратить много денег на билеты И так далее, достаточно пойти в кинотеатр у себя дома Поэтому история с популяризацией – это одна сторона медали История с потерей, в общем, больших средств при продаже билетов – это другая история И поскольку Метрополитен Опер является частной организацией, для них это все существенно И в следующем сезоне, впервые в истории этого театра, отменена запланированная постановка, вместо которой будет концертное исполнение реквиема Верди, то есть, беспрецедентный случай, потому что просто трансляции привели к тому, что не хватило денег на целую постановку Постановку, реализацию целой постановки, реализации целой оперы Про каждую... Ну, еще из... Что сегодня хорошего и плохого в МЭД Сегодня хорошее – это то, что ГЕЛП, конечно, пытается расширять репертуар И мы сегодня пойдем, когда по всему списку, мы поймем, что сегодня практически все пытаются расширять репертуар Что сегодня уже невозможно держать театр там на 10-15 названиях, как это делается у нас, например, в России То есть даже если вы что-то выпускаете, необычное, Билли Бат, Раделинду То все равно, если посмотреть, то основа репертуара Большого театра – это Травиата, Кармен То есть все равно репертуар, который кажется вроде бы широким, на самом деле это такая квазиширота Потому что на самом деле он достаточно ограничен и ограничен, причем шлягерными названиями Вот в мире сегодня люди, к сожалению, так не могут, потому что люди, которые ходят в оперный театр Они ходят туда постоянно, это не туристы, которые случайно заехали в столицу Поэтому им невозможно показывать бесконечную Травиату и Кармен Но об этом мы еще поговорим Значит, что есть хорошего еще и что плохого Хорошее – это расширение репертуара, что есть плохое Мне кажется, попытка сегодня все-таки находить тех главных звезд вроде Доминго, Нетребко, Флеминг И обставлять их не всегда хорошими певцами Потому что просто уже нет возможности обставлять всех звезды Поэтому сегодня кастинг носит набор артистов каждого спектакля Носит довольно пестрый характер От звезд до певцов, в общем, с проблемным пением Это раз, а два – это, конечно, попытка постоянно идти на поводу таких звезд Потому что понятно, что кассу делают артисты вроде Рене Флеминг И поэтому сейчас для нее поставили спектакль «Кавалер Розы», например В котором вроде как она должна прощаться уже со сценой Хотя уже сейчас по этому поводу какие-то опровержения Но, во всяком случае, это выдавалось именно за этот спектакль Но спектакль, который уже должен быть сейчас в трансляции В общем, получился не самым выдающимся Опять же, почему? Потому что Флеминг хотела на сцене выглядеть очень красиво Поэтому ей не нужен был режиссер или сценограф Которые бы пытались, так сказать, искать какие-то смыслы в этом произведении Ей нужен был человек, который оденет ее красиво на сцене Я по каждому театру буду говорить о некоторых превью по следующему сезону Не нашел я, если честно, в следующем сезоне каких-то спектаклей Объявленных в репертуаре МЭД, которые бы мне хотелось посетить Единственное, наверное, нужно просто сказать Как важное и привлекающее событие внимание Это новая постановка Тосков, который даже не первым составом А вторым будет петь Анна Нетребко Из русских певцов, которые будут петь в следующем сезоне Мне кажется, это тоже Манок И я буду говорить по каждому театру В следующем сезоне в МЭД поют Екатерина Семенчук Это с Антуццией уже упомянутый реквием Ольга Перетятьков-Лючи Ильдар Абдразаков-Фигара Семирамида В качестве курьеза про каждый театр завершающего Мы будем говорить о том, сдают или не сдают одежду в гардероб Потому что мне кажется до сих пор, что это очень важный фактор Отношение публики к театру и отношение театра к тому, что происходит в нем Ну так вот, в Метрополитену опера-публика ходит в зал в верхней одежде Во-первых, это связано с тем, что в зале очень холодно зимой, это правда А во-вторых, гардероб платный Но даже с учетом того, что билеты стоят 200-300 долларов А гардероб стоит, я уж не помню, 3 доллара Людям все равно хочется сэкономить эти 3 доллара Поэтому, в общем, в Мет люди ходят в пальто Переедем через океан, в ближайшую точку от Нью-Йорка Это будет Лондон Королевский оперный театр Ковенгард Театр с не менее большими и с не менее консервативными традициями Которые, кстати, на сегодняшний день даже Вот в связи с тем, что Питер Гелл пытается встряхнуть Мет На мой взгляд, Ковенгарден Королевский оперный театр Ковенгарден Сегодня вот он как раз занял нишу самого консервативного театра Где совершенно, ну, очень мало уделяют внимания тому, кто ставит И здесь есть свои режиссеры-фавориты Как правило, это режиссеры-англичане То есть это еще к тому же и свои Это Кис Ворнер, Дэвид МакВиккер То есть люди, которые, в общем, всегда здесь ставили Многие десятилетия и продолжают ставить И, в общем, это всех устраивает Это, в общем, нельзя сказать, что это совсем нафталиновые спектакли Это спектакли, в которые приглашаются работать опытных очень сценографов Поэтому картинка, как правило, все-таки это, ну, это не Борис Годунов 1948 года Да, простят, ну, поклонники этого спектакля Большого театра Но, тем не менее Значит, ситуация с театром такова Музыкальным директором Ковенгарден является Антонио Папано Итальянский дирижер, случай, просто напоминающий нам какую-то историю с Тосканино Папано – бог в Лондоне На него там все молятся И, в общем, в ближайшие годы Он с 2002 года возглавляет театр И, как я понимаю, контракт с ним продлеваться будет бесконечно Совсем буквально несколько месяцев назад Поменялся директор оперы В Ковенгардене очень интересная такая должность есть Это должность, скорее, административная И раньше эту должность занимали люди-администраторы Сейчас уже второй срок подряд Это режиссеры Был только что Каспер Хольтон Известный датский режиссер Который, тем не менее, покинул этот пост И сейчас в театре прям совсем новый человек Его зовут Оливер Мирс Он пришел из театра Северной Ирландии У него есть свои режиссерские амбиции Видимо, он тоже будет ставить Но, в целом, он известен как человек современный Ну, молодой человек И человек современных взглядов Поэтому, я думаю, с его приходом Наверняка будет связано то, что через год-два В Ковенгардене тоже появятся какие-то громкие имена А вернее, так скажем, они уже даже появляются Потому что в театре были интересные постановки Например, Нос Шостаковича в постановке Австралийца Барри Коски Который сегодня возглавляет комиш-опер в Берлине И довольно такой заметный игрок В сегодняшнем европейском оперном театре Каждая его постановка становится, как минимум, вызывает много споров В общем, в связи с тем, что тут еще и балет занимает активную позицию в этом театре Поэтому вся ситуация с Ковенгарденом очень близка нам И понятно, это ситуация большого театра в Москве Или это ситуация королевского театра То есть театр, который под этой вывеской должен представлять национальную культуру И при этом пытаться не отставать от мирового мейнстрима Но что не всегда получается Тем не менее, в этом театре появляются интересные спектакли Вот они были в этом сезоне, потому что был спектакль, который ставил знаменитый английский театральный режиссер Кетти Митчелл Написанный на коже этот спектакль Был, кстати, показан в этом году и в Большом театре в апреле В рамках гастролей фестиваля Эксен-Прованса И в следующем сезоне будет ее же Лючей Деламир Мур, а Барри Коски поставит Кармен Как мы видим, мне кажется, это некоторый недостаток артистического планирования Что в каждом сезоне появляются одни и те же режиссеры И как бы хорошо они ни были, это все-таки очень странная история Когда из четырех новых спектаклей сезона Два ставят те же люди, что ставили в прошлом сезоне Все-таки сегодня оперный театр прекрасен как раз тем И отличается тем от любого нашего драматического театра В том, что у него нет главного режиссера А значит нет никакой основной линии Когда вы можете и в этом прелесть приглашать на барочную оперу одних режиссеров На романтическую оперу других, на оперу 20 века 3 И в общем спектр интересных людей во всем мире сейчас существует Надо просто из него выбрать Думаю, что важной вехой для театра в следующем сезоне Станет постановка оперы Яночка из Мертвого дома Которую осуществляет знаменитый поляк Шиштоф Ворляковский А дирижирует этим спектаклем будет Теодор Курензис Из русских артистов немного в следующем сезоне Нужно отметить только Анну Нетребко Которую поет спектакль Макбет Верди И это уже выпущенная несколько лет назад постановка Одежду здесь тоже не снимают Ну что же Я думаю, что все, что находится по другую сторону Ла-Манша Надо начинать с театра, который является символом оперного искусства вообще Это театр Алла-Скала Театр, который В общем, в России сегодня точно является символом оперного искусства Для любителей оперы в мире он уже не имеет такого значения Не знаю, мне кажется, сентябрьские гастроли театра в Москве В Большом театре показали, что Ла-Скала в общем в сильном кризисе Но, кажется, это не все поняли Но все-таки я удивился даже больше тому, что отрицательных отзывов было больше, чем положительных В чем главная проблема этого театра? Ну, конечно, во-первых, в том, что За годы правления Берлускони культурная политика Италии вообще была очень странная И бюджеты сокращались во многие разы Поэтому сегодня Ла-Скала, не зря они постоянно подчеркивают свое партнерство и дружеские отношения с Большим театром Находятся в том состоянии, когда денег нет, но вы держитесь То есть денег нет, бюджетов нет, но нужно все время людям предъявлять звезд Нужно предъявлять звезд, лучших вокалистов А звезды и вокалисты хотят денег А публика злая, и она букает И поэтому звезды приезжают за полцены ради счастья выступить в театре Ла-Скала А потом им устраивают обструкцию Потому что таковы правила игры в Ла-Скала Потому что на премьеру в театр Ла-Скала ходят специальные люди Которые получают удовольствие от того, что они кричат «Бу» певцам, режиссерам и кому угодно Поэтому, получив такую обструкцию и гонорар за полцены Звезды перестают с удовольствием посещать этот театр Поэтому последний пример это Петр Бечева Польский тенор, который пел в травиате Дмитрия Чернякова Которого так вот незаслуженно, что называется, забукали И человек просто перестал появляться в этом театре Потому что, в общем, никому не хочется Театр находится сейчас в некотором промежуточном состоянии Хотя все вакансии уже заполнены Во-первых, есть интендант, артистический директор Это Александр Перейра Немолодой уже человек Я знаю его уже очень много лет Это был человек, который возглавлял очень спокойно Очень тихий, мирный оперный театр в Цюрихе Многие годы, где театр небольшой Денег было всегда очень много Поэтому туда как раз звезды приезжали с удовольствием И в Цюрихе в свое время Перейра сделал такой, в общем, маленький заповедник Плюс, надо добавить, что возможность получения швейцарского гражданства Соответственно, обложения, соответствующего обложения налогами Певцами всегда приветствовалась Поэтому для этого им нужно было быть членами трупы Цюрихской оперы Поэтому, условно говоря, та же Чичилия Бартоли Многие годы имела твердый контракт с этим театром То есть не на постановку, а вообще контракт с театром То есть такая для Запада почти невозможная система взаимоотношений артиста и театра В Ласкало, конечно, история совершенно другая И понятно, что театр другой, большой Требующий гораздо больше сил, внимания Поэтому здесь Перейра может проявить себя исключительно как человеку, который умеет добывать деньги Здесь есть генеральный менеджер Мария Ди Фредо Это очень непростой человек, который, по-моему, уже дольше, чем королева Виктория правит Она сидит в этом театре на разных должностях И вот в результате она как бы высидела себе должность генерального менеджера Она человек, который практически ничего не понимает в опере, да и в балете Я просто с ней очень близко общался, когда работал в Большом театре Но, тем не менее, она многие годы осуществляла связь театра с органами власти итальянской и ломбардийской И вот таким образом получила этот пост Ну, согласитесь, история такая очень напоминающая какой-то такой советский театр И, в общем, действительно, Ласкало сегодня это почти во многом советский театр Единственное, что их отличает, наверное, в первую очередь Это отсутствие трупа и отсутствие репертуарной системы И это их счастье, потому что хотя бы благодаря этому они имеют меньше... У них и так достаточно проблем с артистами хора и артистами оркестра Которые, как известно, некоторое время назад даже изгнали главного дирижера Рикарда Мути А вот еще бы и оперные трупы, они бы, наверное, думаю, сошли с ума от интриг Ну и, в общем, венчает эту троицу совершенно свеже назначенный главный дирижер театра Рикарда Шаи, который до 2022 года у него контракт будет возглавлять этот театр Мы его сейчас слышали в Москве, слышали с реквием Верди и с концертной программой В общем, я бы очень осторожно так сказал Шаи не оперный человек Последние годы он работал с оркестром Геванхаус в Лейпциге Он человек сугубо симфонического дирижирования Поэтому я не очень уверен, что театр ожидают какие-то большие сумасшедшие артистические прорывы Тем более, что сейчас здесь не брезгуют, показывают спектакли типа Бориса Годунова 1948 года То есть спектакли Франко Дзефирелли, Лилианы Кавани Старые спектакли Харри Купфера Ну, характерная история с Тревиатой в этом году Когда Перерри так захотелось получить Анну Нетребко в театр Что ради этого они восстановили очень старый спектакль Вялый, неинтересный и многие годы назад выпущенный Но поскольку Примадонна заказала для своего дебюта в этой опере На сцене Ласкало что-нибудь попроще Где опять-таки можно выглядеть красиво И не нужно делать никакие режиссерские мизансцены Выполнять задания Мне кажется, это самое страшное для любого артиста И простят меня поклонники Анны Нетребко Но вот это уже сегодня последовательная линия Когда она не хочет принимать участие Тратить время на репетиции Она приезжает, как в Большом театре было за две недели до премьеры Она просит, чтобы для нее ставили спектакли старые из репертуара В Тоске, в Метрополитен Она не будет петь премьеру Потому что, я уверен, будет Кристина Ополлась репетировать А она потом просто подъедет и ведется Мне кажется, что это тяжелый случай Это такая наша сейчас параллельная история Про то, что артист, который еще вчера претендовал И сегодня претендует на звание Великой Примадонны и второй Марии Калас Вдруг становится некоторым образом Тормозом для всего оперного процесса И здесь я всех отправляю Снова, кто не видел Или пересмотреть лекцию номер два Потому что там очень много разбирается вопросов Связанных с тем, что шоу-бизнес и опера, смыкающиеся сегодня К сожалению, не приносят положительных результатов И популяризация в данном случае Как в аналогичной истории с трансляциями из Метрополитен Опера скорее убивает оперу Чем становится толчком для ее развития Одежду в Театре Ласкала не снимают И их можно понять Потому что ничего не страшнее Чем битва за одежду После спектакля в гардеробе Потому что итальянцы не умеют стоять в затылок Поэтому получение пальто Превращается в сталинградскую битву практически Очень неприятная картина Когда ты смотришь Например, с балкона на портер Ну или даже, например, если ты сидишь в портере Если ты смотришь в проход То ты видишь, как люди складывают свою одежду на пол В проход Под ноги себе И, в общем, не очень красивая картина Мне кажется, певцам со сцены еще противнее смотреть На кучи такой темной одежды на полу В тот момент, когда они поют Поехали дальше Ну давайте по какому-то, что ли, географическому признаку Опера де Пари Если разобраться, то сегодня Парижская опера Среди всей семерки театров О которых мы будем говорить Наверное, наиболее Если не продвинутая То наиболее стремящаяся к тому Чтобы Осуществить все надежды Я бы так сказал Настоящего интенданта Это театр, который Расширяет репертуар Театр, который иногда делает трансляции Театр, который Бесконечно стремится привлечь новую публику Театр, у которого, кстати, два здания Это опера Басти, гигантский театр И опера Гарнье Кстати, наверняка мало Или наверняка не все знают Что если сказать гранд опера То никто не поймет, о чем речь Тем не менее, в России Вот это странное название прижилось Название, которое определяло скорее жанр Такого театра в Париже нет Что нужно сказать про оперу в Париже Ну, помимо того, что здесь, конечно Как всегда, одна из сильнейших балетных труп Поэтому репертуар театра делится на две части Но мы снова только говорим только об опере Второй, третий сезон Уже сейчас будет Стефан Лиснер Который до этого возглавлял театр Ласкала Человек довольно интересных взглядов Человек, который все время ищет что-то новое Интересное Увы, к сожалению, театр национальный Это вообще не то место, где возможно реализовать Все идеи поиска нового Все идеи продвижения жанра Мы все время, конечно Если говорим о театре Который находится в кавычках близко к кремлевской стене Он всегда испытывает во всех странах Примерно одинаковую проблему Когда нужно бесконечно балансировать Ну или, как в нашем случае, уже не нужно балансировать А просто уже отдастся во власть этой кремлевской стены Либо ты должен постоянно Если даже кремлевской стены не существует Этот вот гнет условностей национального театра Ответственного за развитие жанра В своей стране он очень тяжелый Тем не менее, если мы возьмем ту же опера де Пари Здесь есть все признаки того, что люди стремятся сделать главное То есть, во-первых, бесконечно создаются И все время переставляются Национальный французский опер Регулярно появляется новая Кармен Что в наших условиях было бы, наверное, просто невозможно Она бы с 1948 года все время шла, одна этаж Нет, здесь все, что необходимо Кармен, Пеляс и Мелизанда Хотя с Пелясом сложнее С Пеляс несколько лет идет в возобновление спектакля Боба Уилсона Хотя спектакль, конечно, абсолютно совершенный Тут ничего не могу сказать Но дело не в этом Я думаю, что через некоторое время сменят и его Но мы все время видим, что французы не боятся менять даже те произведения Те краеугольные произведения для французского репертуара Здесь все время пытаются, естественно, ставить интересные спектакли других национальных оперных школ Здесь, конечно, постоянно занимается развитием современной оперы Насколько это сегодня удается В любом случае все непросто Например, вот только что сейчас После довольно успешного показа «Снегурочки» Дмитрия Чернякова Хотя это не было абсолютно аншлаговым мероприятием То есть были проданы не все билеты Но дальше была замечательная постановка «Воцик» Альбенберг Постановки Кристофа Марталера И это была просто катастрофа Потому что билетов было продано так мало Что они впервые, я видел такую историю Когда они впервые объявили, что можно со скидкой за 70 евро Купить те билеты, которые стоили 170 евро То есть для любого интенданта, для любого директора В любой столице мира Это постоянный такой пазл Где играть Вот, предположим, в «Воцик» оказалось, что в «Бастий» Где они должны, где он шел Оказалось, это слишком большая сцена для французов Да, французы в таком количестве не заинтересовались этим названием Хотя, казалось бы, сегодня в Германии «Воцик» уже просто такая шлягерная опера Вот, поэтому здесь молодой главный дирижер Филипп Жордан Который тоже, на мой взгляд, интересен Хотя звезд с неба не хватает И здесь довольно, если взять цены на билеты То здесь, наверное, одни из самых демократичных цен По сравнению с Ковенгарден, из Ла Скала То есть мы все время сталкиваемся с тем Что здесь есть большой интерес И со стороны театра к получению новой публики И со стороны новой публики Которая постоянно, все-таки, несмотря на эту историю с «Воциком» Она постоянно приходит, потому что, ну, согласитесь, как бы то ни было То, что там в большом театре, я не знаю, можно ли было продать столько количества билетов на «Снегурочку» А это все-таки наша национальная опера, да? И то, что в Париже эта опера, которая не шла сто лет И она прошла блоком больших спектаклей Это, мне кажется, очень важным еще, в первую очередь, и для французов Которые таким образом приобщаются не только к традиционному репертуару В следующем сезоне, мне кажется, интересными вехами следующего сезона Потому что Лиснер, конечно, начал очень мощно свои первые сезоны Сейчас видно, что он немножко выдыхается Просто потому, что с таким градусом очень тяжело бесконечно играть То есть, то, о чем говорил, например, мне в свое время Жерар Мартье Что, конечно, фестиваль, например, и каждодневный оперный театр Это две абсолютно разных истории Понятно, что на фестиваль силы аккумулируется целый год Потом мощный выброс И вот эта растянутость во времени, да? При том, что все же театры не репертуарные Поэтому собрали команду, подготовили спектакль Дали 6-8 спектаклей, 10 в зависимости от популярности произведения И этот спектакль ушел То есть, хотя бы не нужно вот эту бесконечную историю А давайте сделаем еще одну репетицию А давайте еще почитаем корректуру с листа Ну вот в следующем сезоне мне нравятся две истории Которые могли бы, мне кажется, две постановки Которые могли бы быть привлекательны просто для того, чтобы на них поехать в Париж Одна это французская редакция Дон Карлоса Верди Опера, собственно, была написана для Парижа на французском языке Она очень длинная Самая длинная редакция этой оперы Но мне очень нравится, если честно, именно Дон Карлос именно в этой редакции Ставить будет опять Шиштоф Варликовский И в этом спектакле поет целый букет наших соотечественников Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Екатерина Губанова, Дмитрий Белосельский Огромный интерес, на мой взгляд Вот очень важно даже для нас Сейчас как параноик скажу Пока Борис Годунов 1948 года идет В Париже через год, следующим летом Владимир Ировский за пультом И просто замечательнейший театральный голландский режиссер Ива Ванхова Делают первую редакцию Бориса Годуновым с Эльдаром Абдразаком в главной партии Мне кажется, это просто будет очень интересное событие Которое просто интересно прям вот съездить, специально посетить А одежду в этом театре тоже не снимают Двигаемся дальше И собственно мы уже 4 театра прошли И у нас осталось 3 театра, которые находятся все в, если можно так выразиться, в немецкоязычной зоне Ну, ни для кого не секрет, что Германия и Австрия сегодня это главный оплот классической музыки Здесь люди потребляют по-прежнему максимальное количество и оперной, и неоперной музыки Что здесь бесконечное количество фестивалей Причем от старинной музыки до абсолютно современной Все это практически всегда заполнено Есть колоссальный интерес Поэтому в опере мы видим ситуацию примерно схожую Но она несколько разнится Чем? Давайте начнем с Венской штатс-опер Это театр с Венской государственной оперой, театр, который традиционно привлекал огромное внимание к себе Со стороны и зрителей, и слушателей, и певцов Это был театр, в котором было однозначно престижно выступать Мало того, в этом театре никогда не платили очень большие донорары Потому что действительно это было большим счастьем Как известно, за всю историю Венской оперы В нем всего один раз один спектакль «Лючей Диламирмур» с Караэном Запультом спела Мария Калас Потому что ее гонорар был в тот момент уже намного больше того гонорара, который могли предложить Это 50-е годы Предложить Венская опера И Караэн принял решение, что вот насколько хватит денег, столько спектаклей Калас испоет Поэтому Калас в Вене выступала всего один раз К сожалению, сегодня мы видим ситуацию, опять же, похожую на нашу Похожую, наверное, на театр Ла Скала Огромный, важный бренд для всей мировой оперы Сегодня очень редко подкрепляется каким-то хорошим, важным, интересным содержанием Связано это, в первую очередь, конечно, тоже с уменьшением бюджетных средств Хотя мы все должны понимать, что, в принципе, в любом случае в Европе Речь идет о бюджетах, которые на порядок больше, чем бюджет Большого театра или Мариенки В Венской опере есть некоторое количество певцов, которые сидят здесь постоянно на жестком контракте И это как раз помогает театру, как и в случае с Большим и с Мариенкой Меньше тратить денег на гонорар, привлекая на отдельные спектакли каких-то звезд на главные партии Не всегда эта практика дает сегодня хорошие плоды Потому что мы очень часто видим, что люди, которые сидят на жестких контрактах Они могут быть как молодыми, а поэтому рвущимися в бой, пытающимися что-то доказать Как сейчас происходит, например, с нашей соотечественницей Аидой Грифулиной Который в этом театре поет много, часто и постепенно благодаря этому получает признание и известность в мире И, с другой стороны, очень много певцов, которые просто традиционно сидят уже десятилетиями Ну, знакомая для нас история В общем, Венская опера, если так можно рассказать, она совсем растерялась То есть сегодня это абсолютно напоминает Большой театр советских времен, куда водили иностранных туристов Вот Венская опера сегодня это такой заповедник очень часто для туристов В первую очередь японских, не только, и русских тоже Потому что если вы войдете в кассу Венской оперы, то вы там услышите, например, что кассир Так со мной было последний раз, кассир кому-то рассказывает по телефону на чисто русском языке О том, что он пытается купить там два билета в ложу на какой-то спектакль для такого-то господина То есть, в общем, все механизмы попадания в театр, известные нам с советских времен Сегодня потихонечку, если в Большой театр просто нужно много денег То вот в Вене как раз еще нужны, видимо, те вот нужники, знакомства Как помните в фильме «Мимино» Сегодня театр возглавляет очень милый человек Доминик Мейер Который очень многие годы был директором театра «Шан-Зелизе» в Париже Мы с ним однажды были в жюри конкурса В Марселе я могу просто поклясться, что я не знаю более милого и симпатичного человека Но как раз получается такая история, что милый и симпатичный человек – это не профессия Особенно для директора такого театра, как Венская государственная опера Поэтому, увы, уже совсем скоро Доминик уйдет с этого поста И австрийское правительство выбрало в качестве его наследника Человека, опять же, совершенно из другого мира Это вновь мир звукозаписи компании Дека и Сони Богдан Рошиц, человек, который родился в Белграде Но в 10 лет его родители эмигрировали в Австрию И, в общем, он уже такой настоящий австрийский гражданин Ну, это 2020 год Пока мы видим, что Доминик Меер, который пришел в театр уже тоже достаточно давно Умудрился за 7 лет потерять двух главных дирижеров То есть эти люди отказались с ним работать Первый был Франц Вельдер Мёс, второй был Бертран Добии И, в общем, как бы это сказать, и дирижеры – это не самого высочайшего уровня Хотя вполне достойные люди, особенно Вельдер Мёс Но, тем не менее, не удалось Доминику и с ними договориться Конечно, очень большим тормозящим моментом для овенской оперы является репертуарная система Причем спектакли идут каждый день за исключением трех дней в году Плюс два месяца, естественно, летнего отпуска Но вот театр закрыт там в Рождество, в Пасху И, собственно говоря, каждый день дается спектакль И это, конечно, этот маховик, эта машина Которая очень напоминает нам, не знаю, сегодняшний день Мариинского театра Она приводит к тому, что, в общем, в основном этот театр интересен больше туристам Здесь не ходят в одежде в зал Здесь не принято этого делать Из спектаклей, в которых принимают участие русские артисты Потому что я, опять же, посмотрев план на следующий сезон Не нашел для себя такого спектакля, на который бы мне хотел специально поехать Но там будут наши русские артисты Может быть, поклонники с удовольствием посетят Это будет Пуритане с Дмитрием Харчаком Это будет Дон Жуан Моцарта с Ириной Лунгу И она нетребко поет в Трубадоре Теперь надо, наверное, перенестись в Берлин Потому что Берлин на пороге необычных изменений Это открытие нового здания Объявленное на 3 октября 1917 года Реконструкция исторического здания Берлинской государственной оперы затянулась Как это было в случае с Большим театром, Мариинским театром, Ле Феничи, Ла Скала Практически сегодня любая реконструкция любого театра превращается в долгострун Поэтому на сегодняшний день не объявлены планы театра на следующий сезон И трудно об этом судить Но, в общем, Даниэль Берлинбойм уже так много лет возглавляет этот театр И действительно придает ему какой-то совершенно новый смысл Что о каких-то серьезных изменениях не стоит думать Я думаю, что Берлинбойм будет там до конца своей жизни Из положительного, что ему удается И мне кажется очень важным Он энтузиастично приглашает молодых режиссеров и молодых певцов Зачастую многих открывая миру Очень многие сегодня То есть он не боится Как раз ему достаточно его авторитета Чтобы объяснить каждому, почему он пригласил того или иного дирижера, режиссера Певца И это открывает для этих людей возможность поработать в хорошем театре Там есть трупа Но есть, опять же, много приглашенных звезд Поэтому поработать с хорошими артистами Поработать с хорошими художниками Это, в общем, хорошо оказывается и для театра И для самих этих артистов Поэтому, конечно, рутина репертуарного театра Конечно, Берлинбойм очень много работает И поэтому мы понимаем, что Как бы так помягче сказать Что не в каждый его выход, даже за пульт Является выдающимся событием Хотя, например, из того, что я слышал в последние годы Например, «Царская невеста» Римского-Корсакова В постановке Дмитрия Чернякова Музыкально мне показалась очень слабой А если взять последнюю постановку Их с Черняковым «Парсифль» То в первую очередь Это какое-то было блестящее Абсолютно музыкальное решение И я, наверное, впервые в жизни Задумался о том, что Когда музыку Вагнера играют Такие специалисты, как Даниэль Берлинбойм Ты даже не замечаешь Как длинно все написано Это вдруг неожиданно заканчивается Потому что это невероятно интересно Слушать каждую минуту Если это подогревается еще Интересным спектаклем на сцене А спектакль «Парсифль» был один из самых удачных У Дмитрия Чернякова Соответственно, получился какой-то такой Невероятный конгломерат Сцены, оркестровые ямы Это хотелось слушать и слушать и слушать Берлинбойм Таким образом является Там есть еще Интендант Человек, который проводит оперой Юрген Флимм Очень известный оперный режиссер Сам поставивший сотни спектаклей Но мне кажется, именно наличие Такого мотора Каким является Берлинбойм Для этого театра И делает этот театр Вполне интересным То есть попадая в Берлин Вы можете Увидеть в этом театре И средние постановки Но можете попасть на спектакли Которые как бы взорвут Ваше представление Об этом жанре Здесь мало звезд В общем-то По большому счету Здесь основная Опять же нагрузка Ложится на певцов Качественных И недорогих Но тем не менее В этом сезоне Тут пели Максим Миронов В северском сериалнике Анна Нечаева В Мануле Скольга Перетятка В Искателях жемчуга Надо сказать о том Что сейчас два Очень мощных проекта Выходят в этом театре Один Это осуждение Фаустов Берлеза В постановке Выдающегося кинорежиссера Английского Терри Гелиама А второй Это не менее известный Немецкий кинорежиссер Вим Вендер Ставит Искателя жемчуга Я думаю, что в любом случае Вне зависимости от результата Это будут очень интересные проекты Совсем в заключении Этой лекции Мне хочется сказать два слова О седьмом театре Который Мне кажется, у нас Очень мало известия Назря Потому что театр этот на сегодня Является одним из самых интересных В Европе Это Баварская государственная опера В Мюнхене Во-первых, потому что Здесь работает потрясающая команда Специалистов Возглавляет театр Как инстендант Клаус Бахлер Человек с очень интересным Взглядом на театральную действительность И с очень большим опытом Он был в разные годы Возглавлял Венские фестивальные недели Венскую фольксопер Венский Бург театр И вот после этого Ему предложили пост В Мюнхене Это большой театр Это театр с большим бюджетом Это театр, в котором Очень много разных звезд С этим театром Кстати, связана история Наверное, последний скандал Связанный с Анной Нитребко Был в этом театре Когда она уехала С постановки Манон Лиско Отказавшись сотрудничать С режиссером Режиссером Хансом Нойенфельсом Но Как бы мне кажется Как раз ситуация Показала В случае с Манон Лиско Что интендант Принял сторону режиссера Почему в первую очередь? Потому что для него Очень важна концепция Все, что мы видим Да Там У того же Пирейра Глазкала Или у Папана В Коинтгардене Да Там Очень Невнятно Или вообще Не прослеживаются Никакие концепции Там люди Придумывают спектакли Которые Ставятся по принципу А я хочу это Да Нам это очень хорошо знакомо Потому что У нас По такому принципу Работает Не знаю Пермский оперный театр Да Я хочу это Я сказал Это Значит будет это То есть Другой подход Что ли Да Или Попытка Как в случае с Ласкало Попытка Вот этой Постоянной эквилибристики Да Надо найти так Чтобы и публика была Довольна Не кричала Бу И в то же время Чтобы звезды были довольны То есть Концепции в этом мало В случае с Бахлером Мы видим как раз Что Несмотря на то Что Мюнхен Это сегодня И никогда не был Столицей Германии Да Это столица Баварии Но Как раз Благодаря А Бюджету Бэя Своему взгляду На искусство Бахлер На сегодня Берет все Очень много Из того Что положено Делать национальному театру Да И например Здесь сейчас Будет Тангейзер В постановке Выдающегося Итальянского Режиссера Ромео Кстелучи Что очень интересно А Франк Кастер В поставит В следующем году Парсифали Вагнера То есть Я думаю Что С одной стороны Это привлечение Интересных Театральных режиссеров С другой стороны Здесь опять же Работает очень много Молодых Интересных режиссеров Ну и конечно Нельзя забывать Что здесь Работает Блистательный На мой взгляд Дирижер Наш бывший Соотечественник А ныне Гражданин Австрии Кирилл Петренко Который к тому же Выбран В скорости Возглавит Берлинский Филармонический Оркестр И будет делить Свою жизнь Между Мюнхенской Оперой И Берлинским Филармоническим Оркестром Человек Безумно Интересного Музыкального Дарования Вообще Человек Который Я наверное Могу сказать Что он Единственный Сегодня Из звезд Мирового Музыкального Мира Сопротивляется Некому Этому Засилию Пиара То есть Он не делает Гламурных Сессий Он Не Продает Сувениры Со своим Изображением И так далее Но когда ты приходишь В театр И слушаешь Например Лулуперга Ты понимаешь Что этот человек Во-первых Очень хорошо Понимает То Чем он Занят А во-вторых Он Очень Умеет Донести Это До слушателя Поэтому Баварская Опера Мне кажется Это завершает Нашу Непрекрасную Семерку Потому что Критики Сегодня Было Достаточно Сказано В адрес Этих Театров С другой Стороны Я так понимаю Что Ответом На вопрос В какой Театр Сегодня Надо поехать Для того Чтобы увидеть Что-то Интересное Будет Ответ Надо ехать Везде Надо Открывать Благо Сегодня Есть Эта Возможность Открывать Сайты Находить Для себя Какие-то Реперные Точки Интересные В исполнителях В постановках И тогда В одно Путешествие Длинное В несколько Путешествий Таким образом Можно Увидеть Разное К сожалению Нет На сегодняшний День Ни одного Театра Где С утра До вечера И Из месяца В месяц Вы будете Видеть Только Хорошие Спектакли Ситуация В мире Никак Не способствует Тому Чтобы Оперный Театр Создавал Только Одни Шедевры Вот Наверное Сегодня Все Театр 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 Редактор субтитров А.Семкин